всем привет с вами как всегда я алексей и илья сегодня мы решили поговорить о бобрах это у всех наболевшая тема много видео есть в интернете про бобров но так как люди не совсем любят об этом читать хотя в ю тубе это уже перерыв не в ю тубе а в гугле пережеванно мы решили наглядно рассказать о всех видах охот которые возможны на бобра с методах охот на бобра вот методы способы охот на бобра а также поговорить о тех минусах к то с которыми мы сталкиваемся и поделиться своими наработками которые за определенное время там несколько лет мы как бы накопили поэтому до опыта поэтому начнем по порядку илья составил список для того чтобы что-то не пропустить и в процессе беседы я думаю мы друг друга будем дополнять и вам это должно быть интересно да потому как бы говорить вы можем много потому что это одна из самых наших любимых охот любим этого зверя дружим с ним поэтому попробуем уложиться но скажем так что еще охота на бобра это самая доступная охота из более крупных зверей правильно ну да даже не из крупных а из животных нормированного вида я бы так сказал ну да который лицензионная ну не 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 утки не зайцы которые там не нормированные видео от из нормированных бобра как бы для нас самый доступный правильно правильно поехали он немножко обратимся к правилам охоты значит сроки охоты на бобра ну туда же относятся еще и выдра ну сразу я хочу сказать пару слов и мы проведут к выдры больше возвращаться не будем в нашей беседе потому что ну как правило выдра у нас беларуси мало они не в красной книге но встречаются крайне мало тяжело их увидеть но на впутевке их обычно не пишут но нужно закрывать лицензии если например при безружейном методе охоты в капкан попадает не бобер а выдра потому что на этот расклад мы никак повлиять не можем соответственно в это безружейный метод ловину стоят капканы тут уже как бог послал как говорится и вам он посылал вообще выдра да посылал ну что согласно правил закрываешь лицензию выдрой ну все у тебя выдра в лицензия закрыта мне тоже бог посылал выдру мы пришли в капкане номер три попалась выдра вот и ее пришлось добывать добивать топором то есть обухом топора мы ее добивали скажем так зрелище это неприятное потому что добивая бобра нет вот этой жалости то есть у бобра как-то вот нет вот наверное этого ума она не смог бобр не смотрит на тебя а выдра ты ее добиваешь она смотрит и после этого остается такое осадок да от выдра остается осадок от бобра вот я такого не замечал у меня выдра в основу в проходной попадались капкан поэтому я такого вот как алексей не довелось мне ощутить а то есть они уже были мертвы вот ну как сказал все к выдрам больше не возвращаемся закрываются по лицензии выдра если уж попалась ну соответственно оружейным методом вы четко видеть цель и по выдры конечно же стрелять не будете потому что охотитесь на бобра все к выдрам больше не возвращаемся дальше продолжаем беседу про бобров значит сроки охоты согласно правил республики беларусь их немножко подкорректировали с новой редакции с первого сентября всю вся зима и до 31 марта раньше у нас было еще немножко по способам охота разделено то есть осенний такой и чуть-чуть там зимы ружейный был период а вот конец зимы и весенний период был чисто без ружейным сейчас значит сделали в новой редакции правил весь период сроков охоты на бобра как ружейный так и без ружейный значит ну рассмотрим сначала ружейные методы охоты на бобра их в принципе два засады и с подхода значит какие можно использовать орудия охоты при ружейном способе значит ну самое близкое нам что мы с алексеем используем это гладкоствольное охотничье ружье значит снаряженное картечью и пулями картечь это ну больше пяти миллиметров правильно да больше пидро больше пяти или пять и пять миллиметров вот тут точно не могу сказать в принципе это в интернете можно да вроде больше пяти считается картечью то есть такая картечью и пулями снаряженные патроны значит следующее правило разрешают нам охотиться также с нарезным оружием которым мы очень стремимся но покуда еще не имеем да да значит дульная энергия пули энергия пули на выходе должна составлять не менее тысяча пятисот джоулей то есть правило трактует более тысяча пятисот джоулей верхнюю границу отмечу правила не ограничивают то есть можно от двести двадцать третьего калибра по ремингтону так и 338 лапуама да все правильно то есть патронами которые стреляют до двух километров да 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 все правильно значит еще интересный факт согласно новых правил добавили наши доблестные законотворцы да слуги народа законотворцы добавили туда луки и арбалеты чего то что как бы тоже много охотникам интересно потому что мало где можно поохотиться с этими раньше как то можно было там в ограниченных территориях там за заборами за сетками то есть таких как бы и угодьями это не назовешь а такие вот как частные какие то вольерных условиях да все про хорошее слово подобрал вот а сейчас можно и в угодьях значит какие есть критерии к этим орудием охоты значит натяжение тетивы лука должно быть не менее 27 килограмм натяжение тетивы арбалета не менее 43 килограмм есть еще небольшие критерии ну как не небольшие а основные именно к поражающему метательному этому орудию то есть к стрелам самим значит само острие должно быть шириной не менее 2 сантиметров либо при попадании в цель то бишь ну в бобра раскрываться на ширину не менее 2 сантиметров вот ну в принципе ружейные методы более менее рассмотрели с большего отметим без ружейные без ружейные у нас разрешены это капканы правила разрешают от третьего до седьмого номера как много захватывающие так и проходные капканы то есть уже некоторые вот страны запада потихоньку начинают отталкиваться от этих много захватывающих капканов мол типа они не гуманные переходят больше на проходные ну тут можно с разных сторон момент рассматривать у нас пока что разрешены и те и те и те значит дальше идут ловушки кроме петель сказано в правилах ловушки ну ловушками как правило ловят это с собаками собаки допускаются любые породы кроме гончих и борзых значит непонятно в правилах что считать именно вот этими ловушками ну в моем понимании это что-то такое наподобие больших сачков которые подставляют мы еще про методы этой охоты с ловушками поподробнее поговорим но в моем понимании методы большие это большие сачки сеточки то есть бобер выскакивает с норы его выгоняет собака у тебя есть сачок и он как-то туда вот в эту ловушку попадает ну какие к ним критерии какой должен быть минимальный размер этого сачка то есть буду я например охотиться нести с собой сачок для бабочек это будет считаться ловушкой и идти с собакой одновременно будет считаться ловушкой или нет тут такой спорный вопрос ну и потихоньку начнем рассматривать более подробно каждый из этих способов охоты расскажем как охотимся мы плюсы минусы что из этого получается начнем из безружейной охоты я люблю и безружейную охоту и с использованием оружия значит ну это как бы переплетается то есть обычно проверил с вечера капканы и садишься где-нибудь до посидеть до конца светлого время суток а еще не рассказал не добавил время охоты время охоты в светлое время суток то есть час до восхода до часа до часа захода солнца все мы должны быть зачехлены и с угодий убраться ну потом расскажешь если пришлось закрыть лицензию сколько времени можно находиться в угодьях значит безружейная охота это охота ну как правило это пока ловушки не рассматриваем как правило охота капканами значит хотелось бы сказать значит номер 3-7 номер капканов дают правило значит не надо недооценивать бобра по его силовым качествам по его живучести то есть я бы вам я буду вставлять видео у меня есть какие-то нарезки видео и вот я буду их туда вкидывать чтобы вы немножко понимали что я бы на своем опыте вам хочу сказать не рекомендовал бы использовать третий номер и четвертый номер даже с двумя пружинами случались у меня несколько моментов когда и пружины лопались капканов и уходил бобр израдно таким покоцанным значит ну лапа оставалась или нет? ну лапа останется и в пятерке и в семерке может быть просто пружина лопается может это уже старый капкан был дело не в том что вот именно новый капкан новый капкан было с двух пружин тройка и вот одна из пружин лопнула я считаю именно ослабился вверх капкан и это позволило бобру выпутаться потому что изрядно он там запутал трос вокруг ну куда его привязал но при этом сумел уйти и была лопа сразу задаю вопрос давай да дело в том что он у тебя выпутывался он находился в воде или это было на суше значит ну где он имя капкан да именно капкан капкан в результате в воде остался а трос где находился вот к примеру мы вот я так ограничу чтоб люди видели вот это вот у нас вода вот тут у тебя стоит капкан в воде изначально ты его ставил в воде ну конечно да трос где ты ставил ну вот возле воды росло дерево и трос привязан к этому дереву и вот шел он к капкану я высказываю свое мнение я тоже с этим сталкивался когда трос привязан к дереву которое находится на суше бобер может выйти и тут уже начать танцевать на суше да поэтому я всегда вот если здесь у меня стоит капкан я трос забивал кол в воде вот и когда он попадался в капкан он не мог выйти на сушу в воде он не может сильно так дернуться и в основном он начинает от этого места наоборот уплывать в глубину где он тонет где он но я тепло до того как я перестал ну начал ставить таким методом колья чтоб в воде то есть он уже если попадается он и на сушу не может выйти и тогда он плавает в воде и как правило он хочет уйти во вне ну в глубину и он тонет когда мы ставили капканы также вернее капканы в воде а тросы были на суше он выходил на сушу мы приходим бобер сидит на суше мы пришли он прыгает в воду и мы как доблестно эти чуваки начинаем топором его тюкать ну звучит херово но это есть реальность да это реальность поэтому если вот вы уже будете так ставить то я как бы использую забиваю кол в воде чуть дальше от этого и он тогда у меня тонет либо заматывается и здесь тонет то есть нету такого потому что раньше было приходишь бобр сидит приходишь он сидит потом ты подходишь он начинает уже сильно дергаться от страха отрывает лапку и оставляет то есть может быть даже не вина самих капканов а непосредственно в постановке этого капкана по техническим причинам продолжаем дальше остановились на том что мы ставили капканы и ставить капканы непосредственно вбивать колышек надо привязывать желательно чтоб кол был в воде вот поехали дальше это объяснили дальше да значит рассказали что лучше номер 3 4 не использовать соответственно мы стараемся пользоваться ну я пятерками и и выше как бы пятерку у тебя есть показать сейчас будем покалывать каждый капкан начнем рассматривать много захватывающих капканов они как бы ну все капканы рабочие ну у каждого есть свои плюсы свои минусы и при различных условиях лучше работают одни при других лучше другие начнем рассматривать капканы много захватывающих так называемого тарелочного типа и начнем давай с капкана пятерки номер 5 он трактуется а у тебя такой даже он вообще старинный он бобр не ну на рынке хватает на нашему в беларуси стоит он ориентировочно триста триста тысяч это сколько долларов это 15 долларов за триста тысяч уже можно купить проходной капкан кафе 250 да ну либо там следующую барнаульскую пятерку вот я первым делом когда начинал охотиться покупал такие капканы с плоской пружиной они конкретно называются номер пять бобр вот идут в комплекте вот такой небольшой цепочкой вот это вот насторожка значит ну тут как обычно по старой схеме взводится пружина раскрываются дужки и вот это вот насторожка закладывается вот сюда ну я так понимаю мы давай взведем дабы людям показать давай нажму давай нажимай просто я таким капканом не пользовался поэтому взводим дальше опа все это у нас он готов да сейчас мы приблизим к людям то есть чик-чик вот так вот такого вот плана капкан капкан бобр номер пять называется так это одна пружинная да здесь одна как видите плоская пружина хорошая пружина закаленная значит что хочется отметить вообще по установке много захватывающих капканов тарелочного либо там будет еще ниточного типа типа я бы так их назвал значит ставят как правило я ставлю их на плотинах нахожу на плотинах на каждой обычно плотине можно увидеть явные следы перехода бобра если таких следов не наблюдается рекомендуется немножко и вода через плотину перетекает в разных местах рекомендуется немножко разрушить плотину ну сливенца чтобы вся вода пошла в одном направлении четко сформировать течение и туда обязательно на шум воды бобры придут заделывать ну они же привыкли что вода обычно не течет либо течет бесшумно а вот когда она течет с таким звуком журчит то они обязательно прибегут приплывут смотреть и попадут либо они чувствуют падение уровня воды и идут ну по каскаду проверять что явилось причиной падения значит я привязывал до этого времени пока Алексей не посоветовал на к деревьям именно за пределами воды вот привязываю значит таким способом покупаю трос трос думал хватит тройки но решил купить это скорее всего у меня четверка четверка трос скажу что в принципе к концу сезона если капкан в хорошем месте стоял то есть сработок ну от силы 5-6 на него было то в принципе к концу сезона переламывалась и четверка трос он как бы сам по себе трос крепкий но именно вот за счет того что бобр там и на берегу и в воде вот за счет барбы вот на таких вот изломах затяжках частых бобры могут и грызть этот трос ну грызть могут но это к примеру у меня тарелка была но сейчас естественно у меня ее нету тарелка она была вся помята и бобр приблизительно по сантиметру зубы пообламывал он грыз именно тарелку именно тарелку в капкане да ну это у тебя тройка раз тарелка была такая мягкая да 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 просто вот эту такую он не погнёт он не угрызёт а там именно тарелка была помята и зубы у бобра были поломаны значит трос присоединил я вот к этой цепи заводской при помощи ну покажу на этом конце вот таких вот заводских соединителей для троса стоят они недорого решил прибегнуть к им по-моему 2 доллара что ли 10 штук в строительном магазине ну то есть в принципе это не деньги погоды не делают как таковой значит как я креплю капкан привязываю к дереву значит формирую на конце троса петлю такую чтобы капкан не взведён и можно было через неё просунуть ну и этим устройством зажимаю сформированную петлю обгибаю какое-то дерево просовываю через него капкан и получается такая вот удавка соответственно уже никуда если только с деревом бобр уйдёт значит практикую как к растущему дереву возле плотины если так как таковой растительности нету то обычно нахожу какое-нибудь какое-то старое дерево потяжелее и притаскиваю именно вот я бросаю его за плотину ну вот попробую метод Алексея именно в воде привязать но я бросал за плотину чтобы бобр уже никак не мог его ну через плотину перетащить и с ним куда-то путешествовать значит что по этому но мы забивали небольшие колья ну то есть в саму воду заходишь забиваешь кол вот ни разу не было чтобы этот кол куда-то ни разу не вырвал ни разу но мы забивали в воде и в воде бобру ну сложнее как-то сделать этот толчок и ещё мы ставили по два капкана на одно место на одно место да мы ставили два капкана то есть если здесь у нас к примеру вот идёт ручей мы ставили с этой стороны подход и с этой то есть если он подходит отсюда ну что иногда бывает он может подойти отсюда потом повернуться хвостом сбить и ты приходишь сработанный капкан вот поэтому мы делали два капкана и это как бы было надёжнее даже если он попадался в один то как правило он ворочался и мог там спиной да из-за паники да из-за паники там то за спину схватит то ещё там за что-то и он как таковой уже тонул то есть борьбы уже не было он утонул и всё на этом в принципе да это увеличит шанс его добычи значит на плотине после того как сформировали определённое вот это течение ставится капкан конечно же в воду то есть я ставлю обычно ну на сантиметров наверное 30-40 погружаю капкан в воду это из соображений чтобы бобр не попался передней ногой потому что если попадается передней ногой как правило ну я ставлю 1 капкан не 2 кстати тоже вот по поводу 2 как-то пробовал оставить был попался двумя передними ногами в 2 капкана и при этом остался он ну бобр достался мне ну зачастую если бобр попадается одной передней ногой в нога захватывающий капкан он начинает и вот этот капкан конкретно у него минус не очень высокие эти дужки ему захватывают за кисть да либо чуть-чуть выше кисти у него начинается движение паника он крутится сколько ему троса хватает и часть кисти там то выкручивает часть перегрызет грызет конечно же капкан попадает и себе по лапе и зачастую процентов наверное 90 если он не утолит если недостаточно глубокая допустим канава то оторвет себе лапу ну как лисы к примеру они отгрызают себе лапу если лиса попадает в капкан волк он отгрызет себе лапу останется лапа в капкане ну а бомбар соответственно без ноги от вас уйдет и хочу отметить что жить он будет и долго будет жить покуда его не застанут покуда не попадется еще раз второй лапой либо не попадет под шальную пулю значит этого не скажешь при попадании бобра бобром за заднюю ногу там поэтому он и ставится в глубину на сантиметров тридцать сорок потому что задние ноги у него более такие более мышечной массы на них и отгрызть заднюю ногу у меня на практике уду я с таким не сталкивалась то есть даже если он попадал за свою вот эту ласту ступню было когда срывал когти ну когда за коготь попадался но когда попадался за эту даже за ласту то уже бобр никуда не уходил он либо сидит в пределах троса либо тонет в глубине канавы то есть это самый надежный вариант желаемый для охотника чтобы бобр попал именно за заднюю ногу значит когда сформирован явно течение через плотину я обычно еще из бобровых этих погрызов собираю небольшие эти колики выстраиваю как такое вот расширающийся к воде направление чтоб он сюда шел да коридорчик такой ну так довольно густовато чтоб нигде не проскочил то бишь он подходит с глубины к плотине попадает кленовидный коридор который сходится именно к капкану и вероятность попасться именно в капкан этот гораздо возрастает ну видишь когда ты делаешь вот это вот кленовидное направление для бобра то можно ставить и один капкан ну да мы вот это не делали поэтому мы ставили два капкана ну чтоб уже как говорится чтоб было надежнее то есть если у вас один капкан вы не располагаете большим количеством капканов то если много капканов ставите по два если ну мало капканов то делаете вот с этих колышков и как бы направляете бобра уже непосредственно к капкану да когда я ставил два расскажешь как вы ставили я ставил непосредственно в близости именно на уровне двух передних ног бобра то есть если он все таки глубина моей установки недостаточная либо в процессе пока бобр не придет на капкан уровень воды спустится до более низкого и он все таки попадет передними ногами в капкан то бы что бы сразу двумя передними и попадал ты так показываешь я думаю сработает капкан или нет да вот я вот ну вот так вот ставил один и второй мы пошире ставили да мы ставили пошире и тоже попадал в два да сразу а второй за что цеплялся за бочину то есть именно за кожу уже ну там за шерсть такого плана ну то есть получается мы пришли бобр был уже чуть так надвернутый и что самое интересное пришла лиса либо волк вот и отгрызла пол хвоста прикольно было бы наверное еще их привязать капканы не к одному вот дереву в воде а к разным так мы два троса и делали то есть здесь здесь и потом чик ближе к берегу два капкана да что если он даже уходит на берег он не выйдет в воде он сильно болтаться не может он знает что ему надо смотаться и он начинает сматываться ну где разумеется и тонет да самый идеальный вариант это если позволяет глубина в водоеме то бобр тонет нам не приходится зверствовать работать обухами топорами палками достал бобр уже подготовлен к транспортировке подсушил его немного протер закрыл лицензии и повез домой так следующий капкан какой там у нас подожди сейчас поэтому ну поэтому вроде все значит я его спущу готово так дальше рассмотрим следующий капкан так называемого он тоже много захватывающий барнаульского производства тоже номер пять завод его трактует для охоты на крупных хищников таких как волк ну очень хорошо он себя показал и в охоте на добра на этот мы не будем раскладывать довольно довольно тугой лучше ногой изводить эти пружины значит так ну я этот правда тоже сравню сравнить чтобы люди понимали значит смотрим этот капкан а еще добавлю что можно ставить много захватывающих не только на плотинах значит если провести предварительную разведку можно найти места где жировка у бобров то есть это будет заметно по сильным большому большому обилию погрызав деревьев либо если они начали уже грызть по-свежему какое-то большое дерево и видите что они еще его не догрызли то по-любому они придут его догрызать ну там выходы будут уже такие натоптанные да с воды натоптанные либо вот еще они дерево большое свалили они начинают отгрызать по одной ветке и таскать их в воду это как правило вот по глубокой осени перед зимой они для себя вперед заготовки запас натаскивают вот и там вообще ярко выраженные такие ты видел вообще как они в воде складывают эти доски да да они настолько одинаковой длинны так вот квадратами так трырр переложили потом хоп так перекладывают и когда спускаешь плотину ну большие плотины спускаешь то там такие чик чик квадратные заготовки идут все правильно я даже видел когда по зиме они ели их подо льдом То есть замёрз лёд, часть немножко наверху осталась, и вот они грызли снизу, сподо льда, и кончик шевелился сверху. Значит, можно там ещё ставить, но тоже лучше ставить в воде, именно вот до этого выхода, потому что я не пробовал на суше. Некоторые ставят и на суше, вроде тоже работает, но в воде как-то спокойнее. Капкан не видно. Да, не видно капкан, нет вероятности, что попадёт другой зверь в него, хотя у меня в воде цапли часто попадают, потому что они обычно по мелководью шарятся, всякие, ну собирают там мелкую рыбёху, может червей каких-то, вот, цапли частиком попадаются у меня. У меня такого не было, и первый раз слышу насчёт цапель. Вот, а так, в принципе, в такой капкан только бобр попадётся. Ну, на суше в основном ставят петли. Их запрещено ставить, но на видео полно, вот у меня знакомый с Россией, он занимается, ну, как бы петлями. Я так понимаю, у них там можно, либо у них настолько бесстрашно браконьерничают, что снимают на видео. То есть, петлями ловят бобр, да? Да. Ставят замки, и то есть, получается, бобёр сам себе душит, 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 и петля назад не отходит. То есть, это у них настолько распространено, но я этим не пользуюсь, потому что за эту петлю могут потом и лишить лицензии охоты. Ну, вот, такой смысл, если можно довольно неплохо и капканы промышлять. Дело в том, что петля стоит 3 доллара. Ну, вопрос цены уже. Вот. А, к примеру, как ты этот говоришь, стоит 300 тысяч 15 долларов. Этот тоже, наверное, стоит порядка там 15 долларов. Так же, 350, 15, 20. Хотя, капкан, который взводится, ну, сейчас нет, у меня все один с капкана украли. То есть, зажимаешь, и такие пятёрки. Вот. Эти капканы стоят 5 долларов, 100 тысяч. То есть, чем покупать один такой, ну, к примеру, как мне. Мне проще купить 3 капкана пятёрки, которые также сработают. В принципе, если их грамотно поставить, в правильном месте, бобр не сойдёт, утонет. И смысл от этого капкана, к примеру, вот я не вижу. У меня его ни разу не было, но я не вижу смысла от этого капкана. Ну, ясно. Я сейчас расскажу немного, чем его преимущество, чем он мне нравится. Значит, сравним с этим капканом, видим, что он более устойчивый. У него вот такая вот большая площадь опоры. И он в взведённом состоянии очень будет себя устойчиво чувствовать. По сравнению с этим капканом, я его хоть и стараюсь, взведённым, с боков маленькими ветками подпирать, чтобы, когда бобр проходит там выше намного капкана, его не зацепил. Ну, были случаи, когда бобр проплывал мимо, и либо хвостом, либо лапой за скобу вот эту цеплял, и капкан, не сработав, вверх тарелкой переворачивался. Значит, чем мне этот капкан нравится? Он гораздо устойчивее. Его перевернуть в взведённый, ну, в холостую, в принципе, нереально. Очень устойчивый. Здесь две мощные пружины, очень мощные. Они, видите, круглые. Тут плоская была, а здесь круглого сечения. Значит, здесь насторожка немножко не такая. Здесь была тарелочного типа, здесь я называю ниточного типа. То есть, когда возводятся две пружины, они вот такими вот фиксаторами фиксируются в изведённом состоянии. Ну, я уже даже научился не пользоваться ими. Значит, раскладываются две скобы. И насторожка следующего типа. Насторожка и вот такой вот фиксатор. Значит, как здесь дырочка для того, чтобы натягивать. Да, навязываешь обычно штук пять. Я привязываю обувную, чёрную обувную нить крепкую. Значит, пять штук их сюда в кучу. Вот к этой насторожке привязываю. Видно? Да, да. И концы разношу, привязываю вот к этой вот противоположной скобе. То есть, на край, на этот край и равномерно к центру. Значит, бобр, проплывая, задевает любую из этих нитей. Капкан очень чувствительный. И сразу происходит его сработка. Значит, я в процессе их немножко модернизирую. Сверлом по металлу на три миллиметра высверливаю по этой скобе отверстия, где будут предполагаемые нити привязываться, чтобы, ну, они не сползали и всё такое. Постоянно на своём месте были привязаны. Высверлю отверстия и привязываю непосредственно нити через отверстия. Продеваются, и они уже по скобе, ну, нету, не надо сильно их зажимать. То есть, постоянно на своём месте находятся. Ну, тут же плюс ещё этого капкана, что более высокий захват. Да, вот как вы видите, высота повыше будет скобы. На 30%. Да, чем у этого. Поэтому попасть, если бобр кистью передней даже лапы цепляет за какую-нибудь из нитей, то этот капкан его захватывает очень высоко за переднюю ногу, практически возле самого тела. То есть, в этом месте ногу отгрызть, либо отвернуть, в принципе, нереально. Все бобры, которые попадались в этот капкан, были захвачены за ноги очень высоко. И, как правило, либо живыми, либо утопшими они добывались. Сходов с этого капкана у меня не было. Ну, и цена, начнём с того. Ну, цена... Если их покрадут, то тоже жалко. Да, в этом сезоне у меня один уворовали. Есть вот проблема у нас такая, не знаем, как с ней бороться. Воруются капканы, и очень в наглую. У меня вот такой вот барнаульский украли, у товарища четыре проходных украли. КП-250. Ну, вот поэтому... А это дорого? Дорого, да. Кто-то поживился. Так, ну, в принципе, капканы негуманные вот эти. Приходится бобров добивать, усыплять. Ну, что поделать. Такая охота. Безружейная. Значит, тоже, кстати, кусок такой вот в своеобразной цепи с ним идёт. Тут где-то около сантиметров 70. На конце вот такой вот вертлюг против закручивания. Ну, запутывания, значит. То же самое. Также прикрепляю трос номер 4, 4 миллиметра. И привязываю. Ну, петлюг делаю немного больше, чтобы пролез в этот капкан. Вот, в принципе, такими я уже стараюсь не пользоваться. Это вот остатки, что остались. Сейчас покупаю вот такие капканы. Их и транспортировать немного неудобно. Они тяжелее. И объёмнее сразу же. Да, они занимают объём. Но они себя оправдывают. В принципе, если хорошее угодье, то за сезон данный капкан с лихвой окупится. Кстати, мы не сказали вообще, сколько стоят путёвки у нас в Беларуси, правильно? Да, да, да. Давай в этом месте скажем. Ну, конечно. Давай, значит. У нас в хозяйстве путёвка месячная на Бобра стоила 400 тысяч. Это 20 долларов. И лицензии за каждую особь по 50 тысяч. Это 2,5 доллара. 2,5 доллара. Вот. И вы, что самое интересное, под эту путёвку, которая стоит 400 тысяч, вы можете набить сколько угодно Бобров. Ну, в принципе, я брал 3 лицензии, сумел добыть трёх Бобров. Но я думаю, если бы захотел ещё, то я думаю, либо мне выписали бы новую путёвку. Но, скорее всего, я думаю, дописали бы лицензии и... У нас делают так. Я считаю, что это дурость полная. Я прихожу в наше лесничество. Мне дают путёвку за 400 тысяч, за 20 долларов. Дают с сентября по 31 марта. То есть на весь сезон. На весь сезон. И дают одну лицензию. Я после чего стреляю одного Бобра. Я могу сразу же, там, к примеру, 1 сентября открылось. 2 сентября я застреливаю Бобра. Мне закрывают путёвку. 200 тысяч за Бобра за голову. Плюс 10 баксов за Бобра. И больше не дают. Говорят, всё, ты своё отохотился. Неужели... Ну, то есть, тем самым, люди в нашем лесхозе, они вынуждают браконьерничать. Но так как мы не браконьерничаем, я просто хожу в течение всего сезона и смотрю на Бобров. А потом, в конце сезона... Выбираешь самым... Да, естественно, за полгода я нахожу, где самый крупный Бобёр. Вот. И его стреляю, либо ловлю капканом. Вот у нас такая вот ситуация. Понятно. Даже если ты хочешь заплатить... То есть, я хочу ещё заплатить 600 тысяч 30 баксов за одного Бобра. Нет, всё, мы уже всё раздали. В другом охотхозяйстве также даётся только по месяцам. Стоит 200 тысяч... Нет, 300 тысяч. Это 15 долларов. И можно закрыть только одного Бобра. Ну, естественно, им выгодно продавать больше этих путёвок. У вас, видишь, как взял путёвку и как минимум 3 Бобра ты должен закрыть. Я готов и 10 закрыть. Вот. Но у нас так не дают. И получается, из-за того, что не дают закрывать этих Бобров, люди вынуждены ходить и смотреть на Бобров. Выбирать самого жирного и самого жирного потом стреляют. Потому что ценник-то одинаковый, что на сигалетка, что на взрослая. Правильно? Да. Вот то есть, здесь я считаю, что в Беларуси, либо это только в наших... Ну, хотя, видишь, у тебя нормально. Это вот у нас. Ну, сделано неправильно. Что ты хочешь, приходишь, даёшь деньги, но люди не берут. Они говорят, нету путёвок. А потом в конце сезона на охотхозяйство дали 40 путёвок. И что самое интересное, закрыли только две. И обычно будут ещё звонить в конце сезона и просить, чтобы помогли им закрыть эти лицензии. А, видишь, у тебя звонят. А я пришёл, говорю, сколько закрыли путёвок? Он говорит, с 40 две закрыли. 38 осталось, ну, лицензий. Я говорю, дайте мне путёвку и в нагрузку сразу же 10 лицензий. Я готов прямо оплатить этих 10 лицензий. А застрелю я 10 бобров или нет? Это уже другой вопрос. Нет нифига. Ну, то есть, какая-то фигня получается. Ты хочешь охотиться, но тебе охотиться не дают. Ходишь, смотришь на этих бобров. Ну, получается так, да. Ну что, проходной капкан сейчас рассматриваем? Да, переходим к проходным капканам. Капкан проходной. Называется... КП-250. КП-250. Назвали его 250, потому что, по-моему, ширина рамки... Рамки, ну, проход квадратной формы, ширина рамки 25 сантиметров. А ты видел? КП-400. 380. Нет, в интернете... На сайте охота на бобра, вот, там пацан, они делают вот это, вот такую вот раму. И ставят вот такую вот раму. То есть, если где-то есть проход, иногда этого не хватает. Поэтому мы тоже делали, вот, в проходном мы делали, как бы, направляшки такие, чтобы он шел сюда. А там просто ставят вот такую вот жердь, этот капкан. То есть, они как-то его доваривают, либо они, ну, уже сами делают смысл. Пружины остаются точно такие, но капкан вот такой, там, под метр, наверное. Вот, такие капканы делают. То есть, интересно. Ну да, видишь, экспериментируют. Тоже же они будут в них читаться, как капканы, как безружейный метр. Да. Так, значит, ну, суть этого капкана, он будет погуманнее, чем много захватывающий. И состоит из двух стальных рамок, которые посредством вот этих вот штифтов, связанных по центру, вращаются в противоположную плоскость. Значит, приводится в действие двумя вот такими мощными пружинами круглого сечения. Вот это на сторожке болтается. Значит, взводится одна пружина, вот этим предохранительным крючком замыкается. Вторая пружина аналогичным крючком. Переводятся вот эти две скобы в противоположную плоскость. Настораживается насторожка. Они нескольких типов есть. Ну, тут такого вот плана. Значит, снимаются предохранительные... Ставится капкан, устанавливается, выполняется полная установка и снимаются предохранительные крючки. Мы вот сюда вот коле вбивали, мы вообще на коле их ставим. Да, всё правильно. В принципе, когда вот он во взведённом состоянии, рамки перевернутся в другую плоскость. То есть, вот так будут стоять пружины в таком положении будут находиться. Значит, как показывает практика, больше всего бобры попадаются... Ну, лучше он срабатывает, когда насторожка снизу стоит. Мы сверху ставим. Вот когда она стоит снизу, бобр как-то просто смелее проходит. Дальше в капкан может просто проникнуть сам и задеть брухом, либо головой. То есть, снизу насторожка лучше работает. Да. Я проверил по своей практике, что лучше работает, когда она стоит вот именно вот так. Сразу скажу, на этот капкан я ни одного бобра не споймал. Поэтому отношение к этому капкану у меня... Скептическое. Да. Ну, я на него ловил зайца. То есть, ну, такого плана. Ясно. Значит, что ещё по нему добавим? Так, капканы, их не поставишь так, как много захватывающие в любом практически месте. На той же плотине, либо ходу. Это по течению, где есть сужение канала, и туда он ставится. Либо ещё у бобров есть такая привычка, если они далеко где-то, у них место жировки, далеко таскать на зиму вот эти ветки, они выкапывают к месту жировки канал. Канал открытый, довольно глубокий, можно провалиться там выше колена. Чтобы им было, не нужно было по земле таскать ветки, они их сплавляют именно по воде. Вот. Значит, этот капкан идеально подходит для таких мест. Если этот проход довольно узкий, то можно вот эти две введённые пружины собрать... Значит, если этот проход довольно узкий, можно эти две взведённые пружины собрать в одной плоскости. Они будут как-то так... Ну, они взведённые будут. Просаживается через них палка, и, соответственно, в виде такого мостика капкан опускается на этот проход. Значит, если проход довольно широкий, либо его нужно заузить. Я обычно делаю специфический забор из кольев. Ну, если, конечно, глубина в пределах допустимой. Позволяет самому туда это вставить. Можно там походить по этой канаве. Значит, стыкаю колья довольно так часто, сантиметров через 20. И, то есть, формирую по центру именно проход для проходного капкана. То есть, чтобы он нигде, ни правее, ни левее, не прошёл через него. Там капкан уже ставлю в развернутом виде. Как и Алексея, вбиваю в дно два... Сюда два колышка. Ну, ещё здесь вот это место на всякий случай тоже. Подгораживаешь просто колышком, ну, представляешь, да и всё. Значит, проходной капкан я не привязываю обычно. Потом, как бы, пишут в интернете, что желательно. Но у меня не было случаев, чтобы бобр в порыве своих предсмертных мучений смог снять проходной капкан с двух кольев. Обычно с одного ещё кое-как бывало снимал. Просто он же тоже одет на колье свободно. Ещё здесь я подклиниваю клинками. Клинками можно регулировать и высоту его установки, и всякие другие параметры. Значит, капкан этот же устанавливается не прямо на дно. Я обычно стараюсь его устанавливать, чтобы над поверхностью, вот где-то вот как вот эти вот петли, вот столько вот над поверхностью он торчал, этот капкан. Ну, мы тоже так ставили. Ещё я делаю, не знаю, помогает это или нет, но мне как-то спокойнее. Нахожу две ветки такие с ответвлениями, вбиваю их вот в эти места, и ещё перекладину ложу над капканом, чтобы это уже чётко заставило бобра поднырнуть. То есть он может эту вот слабо среагирует, а когда именно перекладина лежит, то его чётко заставят поднырнуть и именно попасть в проходной капкан. Значит, плюс его ещё, что он срабатывает как в прямом направлении, так и в обратном. То есть без разницы, как по фраку-проходу будет двигаться бобёр, он так или иначе зацепит на сторожку. Неправильно показываем. Лучше, конечно, чтобы снизу было. И капкан будет сработан. Ну, не знаю, вот цена и то, что ты получаешь от этого капкана, может быть для профессионалов, кто конкретно капканами лотошек, они видят какие-то плюсы. Я не вижу плюсов. Вот мне кажется, вот этот вот капкан, который обыкновенный тарелочный, с двух сторон пружинами, но я на него ловил, и бобры попадались. Я этих капканов купил, как я их не ставил, как я не пытался, в итоге их покрали, смысла от этого капкана у меня нет. Ну, то есть для начинающего я не думаю, что сразу надо покупать такие капканы. Согласен, да. Хоть он стоит, в принципе, наравне, как и тот же Барнауловский номер 5, пятёрка. Тоже будет стоить в районе 300 тысяч. Ну, а вот эти вот пятёрки, которые вот такие вот, или это тройки? Про тройки говоришь. Ой, про тройки. Да, которые вот такие вот плоские, я на них ловил, и всё нормально. Они стоят 80 тысяч. Это можно 4 штуки купить. Ну, в принципе, у меня к тройкам немножко другое отношение, и у меня бобры рвали эти тройки, и я больше не хочу с ними связываться. Ну, может быть, это телефон, это камера пишет. Вот, но, не знаю, о капканах поговорили, тут уже каждому надо решать самому. Но лучше, моё мнение, начать с дешёвых. Вы просто вообще должны понять, ходит бобёр. Смысл этой охоты, да. Где поставить, как поставить. Здесь очень большую роль играет именно наблюдение, предварительная разведка, просмотр, даже, ну, не пожалеете времени, посмотрите, посидите там, ну. Да, вечером на заходе солнца вы посидите, вы имеете право сидеть, уже ничего страшного. Да, это вам даже просто. И посмотреть вообще, где плавает бобер. Если вы тихо, даже не обязательно сидеть, это я потом в оружейной охоте расскажу. Вы просто пройдите. Вы увидели, там бобер плюснулся. Ага, значит, там бобер. Увидели, там бобер плюснулся. Ага, там, ну, как бы. Если он плюснулся, вы сели, пять минут посидели, он выплыл, посмотрели, куда он плывёт. Ну, то есть, сложности нет. Если есть бобёр, поймать бобра, либо это капканом, либо ружьём, ну, сложности никогда не составляет. Просто, что у людей не хватает времени. Да, бобра, бобровые капканы нужны. Ну, как и любые. Желательно проверять каждый день, дабы не портилась продукция охоты. Вот. Что, как бы, не у всех людей есть возможность. Начнём с того, что минус капканов, что их надо каждый раз проверять. Да, всё правильно. Но плюс их, если ты поставил, то шанс, раскидавший их по территории, что что-то споймаешь, ну, тоже выше увеличивается. Увеличивается. Поэтому, тут, ты правильно говоришь, ты берёшь ружьё, проверил капканы, сел, посидел и смотался. Да, может... То есть, ты обширно уже делаешь, как настоящий заготовитель мяса. Это промысловик. Промысловик. А вот мне тогда встаёт тоже вопрос. Вот ты ставишь много капканов, ходишь с ружьём и закрыл только три лицензии за год. Не попадается. Нет, так я это, я закрыл три лицензии по одному разрешению, по одной путёвке. А по весне я взял ещё несколько. Ну, добавлю, что у нас уже по весне писали, записывают именно в коллективные путёвки, то есть, уже путёвка не индивидуальная, а коллективная. То есть, записываешь сюда с вечера и там, как правило, в основном ружейная охота. Записывали на ружейную охоту. И уже организованно, егер сам закрывает каждую лицензию. Ну, понятно. Теперь нам осталось поговорить уже... Пару минусов ещё добавлю. Минусы давай. Что на моей практике частиком случаются холостые сработки проходных капканов. Сюда попадаются либо дикие утки, потому что им тоже тяжело преодолеть все эти мои нагородки и препятствия. И приходится также подныривать, подныривать под эту перекладину и попадаются в проходной капкан. Ещё, на мой взгляд, лягушки и рыбы крупные скорее всего сбивают эту насторожку. Да, сбивают насторожку и получается тоже холостая сработка. Просто бобру как-то сработать этот капкан и уйти целым невредимым я считаю практически нереальным. Потому что посередине он трогает насторожку, он не может... У него уже голова здесь находится. Назад он не дёрнется, вперёд он тоже не дёрнется. Никак, да. В принципе... Ну, твоё мнение, ты бы брал бы вот эти вот пятёрки либо брал вот этот капкан? Ну, ты понимаешь, всё зависит от угодий. Если угодия больше такие порезанные вот этими бобровыми тропами и ну, канавками маленькими их такими, где сплавляют лес, то лучше сработают проходные. Всё зависит от конкретного места охота. Если больше плотин и таких неопределённых выходов из воды глубина большая тоже минус, то лучше, конечно же, работать тарелочными много захватывающими капканами. То есть всё зависит от того, какая территория и как вообще к чему вы привыкли? Потому что одни, вот я люди смотрю, они только этими капканами работают. Ну, некоторые из соображений гуманности, ещё мол, чтобы сверх не мучился, то пользуются только проходными. Я говорил в начале видео, что уже на заводе потихоньку даже много где уже начинают запрещать тарелочного типа капкана, чтобы люди использовали только проходные как более гуманный способ добычи самого звера. Ну, то есть получается, какими капканами пользоваться вам, это решать, правильно? Да. Ну, начинать надо более с дешёвых, чтобы не получилось, что вы всунете деньги, а применение этим деньгам вы так и не найдёте. Поэтому перед тем, как купить капкан, вы однозначно подумайте, продумайте, сходите перед этим, посмотрите вообще, есть ли бобр, потому что, придя в магазин, вы можете купить там пять капканов, а вообще, где бобр обитает, вы даже не будете знать. Да, всё правильно. То есть, всё это должно, средства, они должны как-то восполняться. если вы потратились на капкан, то будь добрый, уже споймай этого бобра. Теперь мы переходим на что? Давай рассмотрим ещё один вид безружейной охоты, такой, как немного у нас остался в стороне, это безружейный с использованием ловушек и охотничьих собак, кроме борзих и гончих. Согласно у нас по законодательству, если вы охотитесь с собаками, ружьё вы не имеете права использовать. Да, это только безружейная охота. Встаёт вопрос, ну, давайте рассматриваем ситуацию. Мы берём собаку, правильно? Так давай сначала рассмотрим механизм охоты и постепенно придём к трудностям, которые возникают. Ну, как обычно охотиться на такой охоте? Находится место, где в изобилии есть бобры и много нор с выходами, с сухими выходами, как я их называю, на берег. Правильно? Не обязательно с сухими выходами на берег. Вы можете к хренам спустить плотину, плотину копаете снизу, не сверху начинаете разбирать, потому что начнёт водотечь и вы уже под низ не подойдёте. То есть у вас есть плотина, к примеру, она метр. И вы снизу начинаете её разбирать, 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 а потом она резко рушится и буквально там за 10-15 минут спускается там ну, метров 100-200 воды. То есть и получается выходы из бобров. Не путайте с капканами, с капканами надо сверху немножко разобрать. с капканами сверху, а если вот как с собакой, то получается вы низ плотины разбираете, рушите, к фигам всё спускаете и уже начинаете, запускаете собаку и собака работая по этим норам, она выгоняет бобров. здесь цель стоит спустить именно как можно больше воды, чтобы было больше места для работы собаки. на выходе. на выходе, да, но тут тоже у него же не один выход. То есть вы можете тут сачок поставить, он сюда выскакивает, поэтому брали несколько сачков. То есть ставится тут сачок, тут сачок, бобр выскакивает, попадает в этот сачок. Сачок должен быть очень крепкий. Сачок делал не я, делал знакомый. С чего он его делал, сказать вам не могу. Вот, после того, как бобёр попадается в этот сачок, начинается самое интересное. Мы ж охотимся с собакой, но мы ж все гуманные. Потом мы берём полено, мязь, или какую-то палку, и начинаем этого бобра бить, для того, чтобы его забить. Вот это называется вот как-то охота наша по-русски, это споймать в сачок, сачок мы ловим официально, и начинаем этого бобра колом пиздить. Потому что ружьё нельзя. Да, ружьё нельзя. Вот и получается какая-то дурость. Спускаем нафиг. Расскажи ещё про пистолеты, как на западе. На западе каждый охотник должен иметь пистолет, для того, чтобы, даже если вы охотитесь с ружьём, то есть херят там какая-то норка. Добыть под рампу. Да. Вы засунули пистолет, стрельнули. Стрельнули по козе, к примеру, подошли к ней, коза ещё жива, взяли, стрельнули с пистолетом. Но это нормально. Было бы у нас такое разрешение. Но у нас вообще как бы пистолеты не каждый может, если он не на... Спортивный летит. Да, нет у него спортивного, вот как у меня есть, разрешение на спортивный пистолет. К нему относятся там Марго, Марголин, либо ПМ. Но ПМов сейчас уже осталось мало, то есть как бы спортивных. ПМС, хотя он ничем от боевого не отличается. То есть я как бы имею право приобрести его, но на данный момент его ещё не приобрёл. Но на охоте ж ты не можешь с ним ходить. Да, но на охоте я с ним не имею права ходить. Конечно. Вот и получается ситуация. Мы как бы за гуманность, но начинаем колами тырить, либо бобёр выскакивает, носится по этому руслу, и ты его начинаешь вилами тыкать. Я вам хочу сказать, вилами проткнуть бобра практически нереально. Вот он идёт, к примеру, тут тыкнул, он возвращается назад, ещё раз тыкаешь. Это если он в сачок не попал, да? Да, если не попал в сачок, то получается этими вилами затыкать очень сложно. Вы не представляете, что пробить его, то есть если вот силой, ну как бы весом не навалиться, и то наваливаешься весом, бобра прокалывает не совсем, он начинает дёргаться, вилами его удержать нереально, покуда там второй человек его тоже не проткнёт, и уже начинаете этого бобра душить. Мне бы просто хотелось когда-нибудь снять это видео, это получается законное видео, снять его и выложить в интернет. То есть получается, как законно можно охотиться. Это вообще такое варварство получается, что полный дурдом. И встаёт вопрос к закону, почему нельзя с собакой охотиться с ружьём? Бобёр выскочил, вы его взяли, застрелили. Всё, никаких проблем. Ну, то есть я вот этого я не могу понять. Ещё же в сачке удержать бобра нужно обладать немалой силой. Да, но в сачке он хоть немного запутается, и даже если он будет кувыркаться, ты хоть на расстоянии его держишь, а с вилами ты его рядом держишь. А потом в этом сачке ты начинаешь тоже его бить. Но всё равно контакт довольно близкий со зверем. Да, то есть в капкане он так не дёргается. Ну, во-первых, истощён, правильно, а тут он... связанный там вокруг чего-то. запутанный. Тебе спокойней, что бобр... Не дёрнется. Это... Нога у него захвачена, то есть, ну, тебе спокойней, можешь подходить смелее. А тут как бы бобр в сачке. Ну да, ну то есть согласно правил так можно охотиться, но мы охотились согласно правил, просто чтобы понять вообще, что это за фигня. Попробовать этой охотой. Да, попробовать этой охотой, чтобы как новый вид охоты. Ну, я хочу сказать, ну, это дурость какая-то. В моём понимании данный вид охоты это дурость, ну, плюс того, что это тихо. Ну, то есть, на такого плана. Ну, и довольно трудовая охота, я скажу. Да, вот это трудовая, потому что, если бобёр выскакивает с норки, ну, я представляю себе в уме, да, вот мы запускаем собаку, бобёр выскакивает с норы, вы его стреляете, вопросов нет. Охота закрыта. А когда он попадает в сачок, ты начинаешь за этим сачком с ним, ну, то есть, он в сачке же дёргается и как бы пытается вот такими прыжками делать. Этим сачком его замотать, потом начинать его бить, ну, то есть, как бы нервов трошки тратишь. А если вилами тыкать, ребята, это... А это адреналинчик. Я думаю, там в комментариях вообще засрут, скажут, что... И так говорят, что изверг, то там вообще скажут сатана. Ты тоже видишь, чтобы наша уважаемая инспекция природоохраны не подумала, что ты щук в канаве вилами тычешь. Ну, ну тоже, да, но... Вот тут какой-то парадокс. Ну, есть немного. Ну, вот почему нельзя охотиться с собакой и с ружьём? Отнесут вилы к запрещенным орудиям рыбалки, приравняют тебя к рыбаку, скажут, ты чищук. Единственное, может быть, такой вариант, что я иду... Вот у меня такое было. Я иду, к примеру, охотиться на бобра. Вот. А парень с соседней деревни тоже идёт на бобра, но он идёт с собакой. Безружейный метод. Да, вот он охотится безружейным методом охоты, а я охочусь с ружейным. И мы с ним встретились. Вот. Он ловит сачком, у него сачком не получается ловить, бобёр выскакивает, бежит по каналу, я его стреляю. То есть, как это будет интерпретироваться при встрече с госинспекторами? А каждый раз сходится в свою сторону. Ну, по идее, да. Он охотится с собакой, он не смог застрелить, ну, то есть, он не смог споймать бобра, либо эта собака может бобра закрыть, я правильно понимаю. Вот. У него сачком не получилось споймать, бобёр прибежал ко мне, я нахожусь в охоту воде, я его стреляю и забираю себе бобра. Да, он мне не друг, и я ему тоже. Да, у тебя своя, правда, у него своя, и ты прав, и он... Да, и для инспекторов получается, что он охотится безружейным методом, я охочусь сружейным методом. Вот и вся любовь. Ну, какая-то всё равно. Хочется, ну, чтобы это не просто встречать какого-то соседа, а ходить с другом. Правильно? Ну, более интереснее было. Видео можно было снять. Кстати, ещё вот по поводу спускания плотины снизу. Значит, если мы сверху спускаем, то зачастую бобры, когда понижается уровень воды, стремятся... Ну, сделать это, да. Заделать. Я вот ещё читал в интернете, но, правда, не проверял. На монок электронный, который вот на утку, на гуся записывали звук журчащей воды и ставили динамик в районе плотины этот, и не буря плотину, воспроизводили этот звук и писали, что тоже обр активно подплывал к плотине и пытался что-то там, какие-то манипуляции с её состоянием производить, пока не выключался этот звук. Но за это я не отвечу, потому что сам лично не проверял. Ну, а смысл записывать журчащую воду, если можно немножко надломить? Можно, но там какие-то были нюансы, то ли там подмёрзшая была, то ли зима, что-ли, что-то там такое, я уже подзабыл. Так что хотел сказать, что вот спуская воду сверху, бобр стремится заделать. Да, выплачь. Да, но если вы спустили нафиг всё? Хоть немного вот расковырять снизу, и вода даже если и не хлынет, как у Алексея полностью смыв плотину, а будет немножко сочиться, вот не хватает мозга у бобра понять, куда девается, я вот частенько наблюдал, вода, он старается активно строить сверху, но это пользы ему не несёт, ну не хватает ему понять, что вода через низ уходит, соответственно, тут уже надо. Но добавлю, если вы бурите полностью плотину, бобры зашиваются в своих норках, их оттуда выкурить очень сложно. Даже если собакой вы выкуриваете, то он перелетает в другую норку, потому что в русле получается через каждых 5 метров норки, то есть тун-тун-тун, и там спустивши эту плотину, до следующей плотины в основном 50-100 метров идёт, каскадами, и там будут через каждые 5-4 метра эти норки, и выгнав с одной норы, не поставив куда надо сачок, он выбегает сюда, потом сюда запускаете собаку, собака тоже не всегда может его выгнать, потому что там будут либо узко, либо коридоры, либо коридоры, да, и либо она захонит бобра в тупик, то есть у нас получалось, что собака и будет облаивать, да, собака там покусанная, ну, приходилось зашивать собак, вот, то есть как бы собака рабочая, и бобры её кусали, и она, естественно, тоже бобров кусала, но смысл того, что собаки часто бывают покусанные, вот при такой охоте. Ну, просто взять собаку, собаки-бобра и вытащить, маленького вытаскивала, да, вытаскивала, но большого не вытаскивала. Ну, я же... Выгонять, выгоняла, вытаскивала, ну, то есть при мне не было такого, чтобы собака схватила там этого бобра. И удерживала. Да, удерживала, либо там вытянула, то есть такого не было. Да, как я и говорил, что не стоит недооценивать, зверь довольно серьёзный, силы у него хватает. Ну, и масса в основном-то начинается, ну, я мало, в разы превышающая масса собаки. Да, потому что от 20 до 30 кг в основном идут бобры. Тем более, зверь он всегда, ну, чем взбитый, он сам по себе сильный. Всё правильно. Хотя маленькие бобры, их вообще легко берёшь за задний хвост, вот живого бобра, берёшь за задний хвост, навзничего. Так вот, на спину хлоп, да, он легко ломается и сразу же его парализует. Но вы тоже можете его взять за хвост, если он такой будет не сильно потрёпанный. Он вас возьмёт и укусит. А укусит он вас прилично и... Был же случай, где в Бресте за ногу укусил человека за артерию, не довезли до больницы. Скоричался. Хотели с бобром сфоткаться. Поэтому вот я и говорю, что когда он в сачке тоже немного очко жим-жим, чтобы его добить. Ну, вроде бы как поговорили о капканных способах. Безоружейных. Безоружейных, да. Разобрали вроде как достаточно и подробно. А следующее видео будем уже делать про ружьё. Да, про ружьё. Потому что это затянется у нас уже больше часа, вам надоест смотреть. Всё, всем всего доброго, пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok